КОНГРЕСМЕН ДЕВИН НУНЬЕС Рад слышать, давайте сделаем еще хуже. За последние 24 часа Адам Шиф сказал пару вещей, которые, я думаю, вызвали у людей обеспокоенность о его психической пригодности. Он предполагает, что президент, к примеру, подделывал записи и впоследствии указывал на то, что он говорил с помощью своего рода секретного кода. Что вы об этом думаете? Ну, как и многие другие вещи Адам Шиф и демократы говорили на протяжении последних трех лет. Этой российской фальсификации уже практически три года, но сейчас она преобразовывается уже в украинскую. Они рассказывают о многих вещах, но суть всегда одна. В конечном итоге они притворяются. Они очень изобретательны, потому что опираются на вещи. Вот вы видите двери перед собой, там написано «Доступ ограничен». Они выйдут из этих дверей и скажут вам, что за ними таится секретная информация. Мы не можем рассказать вам об этом, просто доверьтесь. Когда-нибудь придет то время, когда мы поймаем президента Трампа с поличным. Это ведь ложь, не так ли? Ну, что для одного ложь, для других это является истиной, которой они придерживаются. Больше мы сможем узнать завтра. Завтра директор национальной разведки, исполняющий обязанности директора, будут давать показания в 9 утра. Все будут смотреть, будут сотни журналистов, все станции будут перекрыты. Понимаете, это не то, чем должен заниматься комитет по разведке. Если речь идет действительно о разоблачении, то это должно происходить за кулисами. Таким образом, речь уже шла бы действительно о секретной информации, в которой мы попытались бы разобраться, что правда, а что нет. Есть ли справедливые основания для этих заявлений или нет. Вы были председателем комитета, вы знаете всех. Неужели демократы полностью участвуют в этом? То есть, говорят ли они вам, «Приятель, мы хотим убрать этого паренька, лишить должности и добиться приговора». Они верят в то, что это сработает? Это очень хороший вопрос. Я бы сказал, что это примерно так. Объясню по-своему. Вокруг вас 30 или 40 таких, может немного больше, которые знают, что то, что они делают, неправильно. Но они оспариваются левой стороной. И вот теперь вокруг вас люди, которые лгали так много, что старая поговорка «Если постоянно врать, то в конце концов ложь превратится в правду». Вокруг вас все больше тех, которые каждый день поливают себя бензином. Они поливают и американцев. Они продолжают разжигать огни. Зачем? Для поиска доноров. Они разжигают свои базы, чтобы доноры дали им деньги. Именно так они загнали себя в эту ловушку импичмента, которая абсолютно безответственная. Да. Им не нравится, когда вы забираете у них власть. У меня ее нет. Я знаю, знаю.